Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы завершаем изучение книги Второзакония. Мы читаем 34 главу, в которой говорится о смерти и погребении Моисея. А выше мы уже читали о смерти Моисея, здесь более подробно. Есть предание, что это дописал Иисус Навин, но есть с точки зрения и у иудеев, и у христиан, что все пятикнижие написал Моисей от первой буквы до последней, и этому мы находили подтверждение в последних главах Второзакония, где сказано, что весь закон написал Моисей. Итак, 34 глава. «И взошел Моисей с равнин Моавицких на гору Неву, на вершину Фасхи, что против Эрихона, и показал ему Господь всю землю Галаат до самого Дана». Вот помните, мы говорили, когда первый раз читали о смерти Моисея, что Бог чудесным образом ему показал то, что с горы не увидишь. «И всю землю Нафалимову, и всю землю Ефремову, и Монасину, и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря, и Полуденную страну, и равнину долины Эрихона, город Пальм, до Сегора, и сказал ему Господь, вот земля, которой я клялся Аврааму, Исааку и Якову, говоря, семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но ты в нее не войдешь». То есть он увидел ее чудесным образом, стоя на горе. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавицкой против Беффегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня, чтобы не было обожествления его тела. «Моисею было сто двадцать лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моисея сына Израилевы на равнинах Моавицких у Иордана, близ Эрихона, тридцать дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее». То есть здесь мы видим, что это законно оплакивать умерших, но не чрезмерно, как в Новом Завете сказано. «Не скорбите, как и прочие, не имеющие упования». То есть нельзя скорбить над мертвыми, как язычники, которые не имеют упования на воскресенье, а мы имеем. «И прошли дни плача и сетования о Моисее, и Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои. И повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею». То есть пока Моисей был жив, он возложил руки на Иисуса. «И не было более у Израиля пророка, такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном, над всеми рабами его и над всей землей его, и по руке сильной и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля». То есть ничего подобного не было. То есть такого пророка мир еще. Не знал.